Парк-памятник Фароса не место для стройки. Остановите незаконную застройку Фаросского парка. Я уже седьмой год приезжаю в Фарос, обожаю это место. И я наблюдала, конечно, всю историю развития, или точнее сказать, что сейчас происходит. Я с болью сердца на самом деле наблюдаю за этим. Через инстаграм, через все эти соцсети. И мне больно. Мне больно, потому что я знаю практически, наверное, каждое дерево, потому что вижу, что сейчас стало, в какой они пыли, в какой ситуации даже вот те отдыхающие, что ходят по парку, несмотря на то, что огородили заборами, все равно стройка идет, и идешь постоянно через эту пыль. Просто стол пыли, дороги все завалены, галька, песок. В общем, ну, состояние ужасное. Можно ли в парке такую стройку вообще делать? Это что вообще творится? Это ужасно. Я приезжаю сюда, я захожу в парк, и вот первый глоток этого воздуха... Это пыль, конечно же. Сейчас. А раньше я ехала сюда за воздухом, потому что для меня это просто, ну, не знаю, до слез, до... До здоровья, во-первых. Как полезно? Такого воздуха нету нигде. Я много где была, там, в Батумии, Бутсад. Я искала, вроде, те же сосны, но нету такого аромата. Поэтому я сюда еду за воздухом, за этой атмосферой, и сейчас я этот глоток воздуха пылью. Вы знаете, что это природоохранная территория, это парк-памятник, и на его территории никакой стройки быть вообще не должно просто. Запрещено законом. Да, я знаю. Это запрещено законом. И вот, получается, люди плюют на закон, у них миллиарды не захотели приехать сюда, выкупили в аренду, и они строят то, что они хотят. Вот мы ходили вчера, мы были за забором, просто вот так вот за забором смотрели, как они сделали там себе футбольное поле. Мы как в резервации живем, теперь за забором. Погубали деревья. Индейцы в резервации. Если раньше, там, я к морю, в ту же кедру в аллею, я ходила утром, йогой занималась, по утрам там 6-7 часов. Сейчас я туда, вот за все время я уже больше месяц, я туда даже не заходила, потому что, ну, желания нету, потому что я вижу, там все перекопано, днем они там и работают. Толку, что они убрали, типа, заборы на время отдыха, отодвинули, а желания зайти туда нету. А это кедровая аллея, это же, это шикарное место, там днем люди сидели там просто на траве, просто под этими кедрами. Это караман. Согласен, для меня это было любимое место. Вот эта Пальмовая аллея и вот эта кедровая аллея, я там днями, целые дни проводил. А сейчас просто нет желания, просто вот эту территорию 7-го корпуса проскакиваешь. Не только вы все оббегают, мы вот постоянно посмотрели, люди подходят, увидят это, разворачиваются, обратно на набережную возвращаются. Здравствуйте, друзья! Почти пять дней, проведенных в Форосе, я просто в шоке. Вихри пыли, горы строительного мусора, строительная техника прямо посреди дороги в парке. Пройти невозможно. Легковые машины едут, как по проезжей части, все перекопано. Деревья некоторые засыхают, многие вырублены или с изувеченными обрубленными ветвями. И это парк-памятник, которому почти 200 лет. Особо охраняемая природная территория, куда люди должны приходить, чтобы дышать чистым воздухом, оздоравливаться, набираться сил, любоваться красотой уникальной крымской природы. Какими дикарями, вандалами нужно быть, чтобы сотворить такое с Форосским парком? В Крым нужно приезжать с любовью, а не с топором. И это 21 век. А люди будто варвары, не имеющие понятия ни о культуре, ни о том, что природу нужно беречь. Вон еще идет. О, смотрите, красота. Красота. 29 августа. Вот такая красота. Парк. Курортный сезон. Так, значит... Парк вырубили, вот что построили. Тут за такие люди лагеря. Мы, жители Крыма, против вот этой застройки, против вот этих вот машин, которые давят животных, растения. Очень пыльно. Очень пыльно. Идти невозможно. Шумно. Парк будут закрывать. Здесь не будет прохода. Нам, не служителям, даже не будет попасть на пляж. Мы против этого. Растения погибают. Видите, они все желтые. У них пыль. Там нальч очень много желтых. Постоянно на них. Они все болеют. В прошлом году такого не было. Мы же все видели. Поэтому растения умирают. Все становится только хуже. Нет, скажите, против или застройки? Мы против. Мы против. Против застройки. Против застройки. Против застройки нам не надо. Спасибо. Спасибо. Просим вас установить незаконную застройку Хоровского парка памятника. Садово-парковое число. Приехали, чтобы поглубиться над нашей родной природой. Магнолии, Ливанские кедры, Фисташковая роща, Розарий. Все было уничтожено. Этот парк пережил даже фашиста во время войны. А сейчас стоит израненный и перерытый. Гости со всей России разделяют боль Форосского парка, шокированные вандализмом и беспределом, которые творят застройщики. И те, кто дал разрешение на все это неслыханное кощунство. Одна туристка из Казани сказала нам, что ей стыдно за свой город. Делают эти люди такую себя дома. Вырубают в Казани старинные парки с краснокнижными деревьями. Почему же, приехав в Крым, можно так по-свински относиться к нашим паркам-памятникам, к нашей бесценной природе? Ради чего это все? Ради того, чтобы тут, в парке-памятнике святая святых Крыма, отдыхали миллиардеры из Казани, прикрываясь лагерем для деток. Мы, жители Крыма, как чужие на родной земле, ходили за заборами и смотрели, какой комфорт делают себе тут гости из Акбарс. Как они уже оборудовали здесь себе футбольное поле, как строят многочисленные корпуса зданий на костях Форосского парка. Они, и те неледи, кто дал разрешение на уничтожение парка, будут делать все, чтобы закрыть людям рты. Давить, запугивать, как только могут. Поэтому, друзья, нам важна ваша помощь. Вместе мы сила, и сможем отстоять жемчужину Фороса. Вырвать ее из рук варваров, которые затеяли тут свою стройку. Ну, на самом деле, мы тут уже несколько лет, парку очень-очень нравится. И, конечно, то, что оградили какой-то участок колючей промокли, будет тоже нравиться. Вот 29 августа. Машины по парку ездят, штраф 5000. А где ГАИ? Вот, друзья, мы находимся сейчас в парке памятник Фороский. Вот мы идем с пляза Деревяшка, и проход буквально закрыт. Вот рабочие копают, куча пыли. Вот здесь ходят, семьи с детьми приезжают. Вот не пройти, не проехать людям. Вот что делать? Как людям проходить? Проход закрыт? Да, по кустам? Или как? Что делать? Такой вообще, в парке памятники вот такой возможно? Пойдем посмотрим. Вот, 29 августа. Все тоже забетонировано. Как тут цветы? Как тут будут растения? Вот эти кедры бедные, эти дизы, все эти можжевельники жить. Если все забетонировано, все под бетоном. Кошмар. Я Цимбалюкань. Мы принялись из Бокшесаретского района. Мы здесь отдыхаем каждый год. Не долго так приезжаем. И нам очень нравится здесь парк. Он как бы такой ретро, старина. Саретские качели были, еще даже и остались. Можно было детям показать, как было раньше в наше время. И очень красиво. И мы очень возмущены вот этой вот стройкой, что вынали такие большие многоэтажные дома. Они вырубили деревья, сосны, от которых был такой запах шикарнейший. Можно было отдыхать, лечь, лежать под деревом, поиграться с детьми, сделать пикник небольшой, отдохнуть. Сейчас это уже нам становится недоступно. И в наше время еще дети, может, наши увидят что-то остатки этого нашего Южного берега. А постарше наши внуки уже этого не увидят. Потому что сейчас везде стройки, все застраивается. Вырубаются старинные дубы, сосны, кедры. Вот там есть шикарнейший кедр, который вырубили. Мы просто вообще возмущены. Его в обхват нельзя было обхватить. Ну, вот такие вот у нас сейчас новости проют. Вот здесь была лучшая рядовая площадка Форосского парка. Вот напротив бывшего ипподрома, конюшня ипподрома, вот снесенная Тарстаном. Акбарс, не убивайте наш парк. Будем любоваться парка-то, нет? Мы будем любоваться этим вот уродом цветным, карамелевые какие-то там цвета. И дикарями, которые сюда подъехали. Вот, и здесь непонятно, что они строят на месте конюшен. Вот это была лучшая рядовая площадка. Я здесь каждый день бывал. Просто очень тихо, спокойно, скамеечки вот здесь стояли. И вот можно было добываться вот морем. Строится вы там за парк. Если застроить весь парк, то обязательно потерять одну из жемчужин. Они заповеднировали. Мне кажется, это заповедная зона, которая должна защищать ЮНЕСКО. Извините. А парк-памятник нужно сохранять, оберегать, озеленять. Вот и озеленили Акбарсы. У них других, наверное, технологий не присутствует. Они не знают, что такое сохранение, история, культурное наследие. Наверное, им это все далеко. В парке нельзя даже трогать почвенный парк кров. Это законом запрещено. Ну, почему же здесь так? Почему? Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Меня Евгений. Мы приехали из города Невчуганска, что в Ханты-Массийском автономном округе Югре, на отдых в поселок Форос. Сегодня 28 августа 2021 года. Мы находимся на территории Форосского парка. И вот, как вы можете видеть, за нами происходит стройка, причем выглядит она не совсем красиво. Вот. В Форос мы приехали первый раз, были поражены, в принципе, красотой. самого парка. Парк очень старый, древний, около 200 лет уже ему. Но, вот, к сожалению, он застраивается, что совершенно портит абсолютно идею строительства самого парка и вид для отдыхающих, проживающих здесь людей. Вот. Прошу всех неравнодушных не оставаться таковыми и проявлять максимальное участие, чтобы как-то воздействовать на строителей и застройщиков. Парк памятник в Форосе не место для стройки. Остановите застройку в парке памятник. Слева забор. Полюбуйтесь, справа забор. Вот так вот. Все для людей. Да. Гуляйте. В можжевельниках построены укрепления эти заборы, бетонные прямо. Это ж надо типа временный забор. Да какой же он временный? Вы находитесь в нашем парке. Только что вы вышли и сказали, что здесь идет реставрация. Мы вам стали рассказывать правду, что это не реставрация, а убийство парка, убийство нашего культурного наследия. Вот и все. Грязь, мусор, бутылки, поломанные ветки, выживающие растения, выживающие. Люди гуляют по этим стройкам. Это променадная зона возле моря. А когда-то мы гуляли возле седьмого корпуса санатория Форос. Было все открыто и доступно. А теперь справа наверное тем, кому есть только большие деньги. А слева вы все остальные местные жители, не местные, гости, не гости. Вам место за забором. Вот наша реальная правда. Вот он показатель жизни. Вот так вот пришли мы к этому. 29 августа. парк. Откуда они такие камни везут? Парк садово-парковое искусство регионального значения Фороский. Фороский парк очень красивый. Мы прогулялись за время отдыха на нем более полчаса и весь мы его не смогли пройти. И очень расстраивает, что такой красивый парк обращает стройка, сокращаются растительные зеленые участки, все больше бетонных насаждений. Очень расстраивает. По всему Крыму, не исключая природоохраны и территории, появляются заборы, разворачиваются стройки. Бьет тревогу мыс Меганом, памятник природы. Люди рассказывали, что беда на мысе Сарыч. Мы видели заборы, которые появились на мысе Тарханкут. Миласский парк, Харакский парк, беспощадные вырубки в каждом городе. Вырубается в том числе и можжевельник. Не оставайтесь равнодушными, подключайтесь к защите родной природы. Мы должны сохранить наш неповторимый Крым, чтобы он оздоравливал и радовал глаз всех, кто приезжает к нам с добром и с любовью. Мы не хотим любоваться вилами миллиардеров и со всей России высказали свое возмущение по поводу чудовищного уничтожения уникальной крымской природы. Сохраним Фаровский парк, спасем природу Крыма. В Фаровском парке ямы-котлованы, в Фаровском парке птицы не поют, и кровоточат резанные раны, а кто-то хочет здесь себе уют-уют. Яхтун по вертолетную площадку и здания по восемь этажей. До крымской красоты они так падки, что нарушают нормы коптажей. Подумаешь, какие-то там люди, активных не задавим, так соткнем. Мы захотели лагерь, значит, будет. И стройка продолжалась день за днем, за днем. Здесь вырастет здоровая махина, закроет море, горы от людей. Так парк и взяли меньше половины. Услышали отписки от властей, отгородятся от людей забором и будут люди, как чужие здесь. Аукцион мошенникам и ворам Крым по частям раздеребанить весь, весь. Природа Крыма тихо угасала постройками и вырубкой гостей. Не отдадим природу мы вандалам, оставим парк Фороса для людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...